Сегодняшний день вы видели все в бэк-офисе, вышло наконец официальное сообщение по действиям, которые были предприняты в последнюю неделю командой, всей командой в составе также мастеров, командой имеется в виду руководство с мастерами по выявлению реальных причин на сегодняшний день отсутствия денег на счету у компании. Мы все помним заблокированный счет Coinbase Junior, теперь много будет кривотолков, правда-неправда, что и как произошло, как это было. Я также говорила, что сколько-то, две недели назад, когда мастеров собирали в зуме, Жорж, есть у нас такой бэрау, который мастер-португалец, который является трейдером, который проверял собственноручно всегда все, что предоставлял Junior по торгам, пока это все функционировало, подтверждал, что это работает. Но он вместе с тем очень хорошо разбирается в корреспонденции с Coinbase, потому что его брат вообще профессиональный трейдер, который все вопросы, какие возникают с Coinbase в легальном поле, всегда официально решал сам перепиской. Поэтому там невозможно было его обвинить в предвзятости, либо какой-то подаче неправильной информации, когда он запросил получить возможность доступа к информации переписки, которая доступна была только Junior как владельцу счета и с разрешения Coinbase для Сандры. Но Сандра сказала, что последние имейлы, вот начиная с лета, она ничего не видела. На самом деле был заблокирован счет, тому непосредственным свидетелем явился Франсишко Роберто. Почему? Потому что это при нем произошло, когда все это случилось, и мы впервые от него услышали об этом. Это действительно имело место быть, но заблокирован там был очень давно. Мы помним, когда эти события произошли, когда объявил после демонстрации на Мадейре, когда на другой день это все произошло. Не важно, когда был заблокирован, важно, когда он был разблокирован. То есть где-то с августа месяца подтверждения блокировки и переписки Junior с Coinbase нет. Каким образом бы Ирау поймал, что имейлы фальшивые? Он четко знает переписку по брату, какие осуществляет трейдер с Coinbase и какого вида имейлы он показывает. Все, что он показывал информационные, инфа, точка инфа получалась. У него имейл заканчивался, подобных имейлов у Coinbase нет. Когда он озвучил, что вот так и вот так и он знает, он в теме, он в курсе, на общем совещании озвучил и потребовал просто предъявить корректный имейл с последним ответом. Junior сказал, что он на следующий день придет, но и остальное вы знаете, он больше не пришел. Стало понятно, что счет разблокирован. Но если вы помните, такую информацию как-то я давала, потому что ходили слухи, я где-то у кого-то из партнеров слышала, сказала, что по ходу кошелек разблокирован, все будет в порядке. Потом был дан ответ, что вот у него 15 запросов из 15-14, 15 запросов Сандра подтверждала, действительно по 15 пунктам нужно было предоставлять заново информацию, верификацию и так далее. 14 мол отвечены, а 15 никак не отвечены. Вот уже три месяца, что никак он не может быть отвечен. И суть оказалась в том, что кошелек у него по сути в августе, видимо, был разблокирован. Действия его на сегодня обсуждать я не хочу. Не хочу, не могу, я не знаю, для меня это, конечно, шок, как и для всех остальных. Видимо, учитывая ситуацию, обворовали компанию. Ну, я не знаю, что у него случилось в голове, но, видимо, никто не выдерживает проверку властью и деньгами. Стало понятно, что жуниор не будет единовластным владельцем, как это было в Иглбитрейд, что на сегодняшний момент, предоставив бизнес, предоставив возможности, предоставив продукт, а также предоставив деньги, естественно, президент номер один с правом управления финансов будет Клаудио Энрико. Это стало понятно еще в августе, когда реструктуризацию компанию провели. В сентябре вообще полные функции, когда по департаменту были обозначены и объявлены, это стало все понятно. Ну, видимо, некий фактор вот этот сработал в голове, что принял решение скрыть, что у него разблокирован счет. На сегодняшний момент, когда это стало абсолютно очевидным и явным, я хочу сказать, что многие компании вот с такими перегрузками и финансовыми, и проблемными, конечно, ломаются. У нас, примеров, немеряное количество. Исчезают сайты. Вчера еще работали, сегодня ни сайта, ничего нет, и мы действительно знаем, что это скам. Ни одному партнеру я не даю подтверждения, что наша компания скам. Если бы это было так, она бы не устояла в том бесчисленном количестве проверок, которые уже компания претерпела. На сегодняшний момент вот все то, что объявляет Мигел Гомыш, юрист по образованию, является де-факто тем, что делает компания. На сегодняшний момент компания ID Eagle не имеет ничего общего с компанией Eagle Bitrade. Я имею в виду юридически, потому что приняв на себя обязательства по выплате денег, которые должна была передать Eagle Bitrade, на сегодня она этих денег не имеет. Но компания ID Eagle на сегодняшний момент подтверждает наличие денег, то есть салда наша в бэк-офисах у всех партнеров. Подтверждает в любом случае. Почему? Потому что взяла на себя обязательство работать с этой структурой. Поэтому очень важным было это мероприятие и беседа в отдельности с каждым из владельцев, чтобы понимать их дальнейшие шаги, их дальнейшие и наши с вами планы. Я хочу сразу сказать, что вот эта информация, которая гуляет, что мастера, которые проплачены компанией, ни один мастер не получает ничего. Извините, мы летаем и ездим за свой собственный счет, но я прекрасно понимаю, что получать информацию я могу только таким образом, беседуя с каждым в отдельности, либо со всеми вместе и понимая, может быть, на нюансах, может быть, на каких-то разночтениях, может, на каких-то противоречивой информации, понимать, что происходит на самом деле, чтобы владеть информацией, чтобы каким-то образом понимать, что говорить вам. Я хочу сказать, что нет разночтений никаких. То есть команда действительно намерена работать вот в следующем ключе, который я чуть позже скажу. И это путь, который предложил Клаудио, и он действительно обоснован экономикой его бизнеса, экономикой просчитанной и функционирующей уже много лет. Бизнес не вчера родился его, бизнес доходный, бизнес, который формируется на физической базе. Поэтому все то, что Клаудио сегодня предложил, это действительно путь развития ID Eagle в перспективе и возможность всем партнерам, старым партнерам, которые зашли до 3 августа. Я это буду повторять еще неоднократно, потому что у Клаудио конкретно я выяснила пути решения наших проблем. Это тот путь, который действительно нам поможет в новом ключе работать, в новом ракурсе появиться на рынке. И самое главное, нам с вами получить наши неполученные доходы по нашим инвестициям. Что касается представления книги, всего того, что происходило в субботу вечером. Это было очень важное мероприятие, я довольна, что я поехала, потому что всех волнует вопрос. Хорошо, если сейчас покупаем на все деньги коины, и коины 24 числа декабря выходят на биржи, реальность их продажи, себестоимость, как мы вернем деньги, как это будет происходить. Очень важно было услышать по этой книге анонс и характеристику, 11 глав всего, характеристику тех глав, где представляются именно коины. Я хочу сказать, что white paper очень подробно изложен в книге, он существует по каждой монете. И вот выход, сейчас ICO и выход с ICO на биржи 24 числа, он объявлен по миру. Мы знаем, что ICO идет с 23 октября. Присутствовали партнеры, и я видела этих партнеров. Я сделала, кстати, фото, сейчас я все объясню постепенно. Значит, партнеры, которые уже вносят очень серьезные, если не сотни, то сотни, сотни, сотни тысяч долларов в монету. Почему? Потому что подтвержденность и реальность соответствия одной монете, одному грамму золота, это наша мина, шахта, месторождение, как угодно называйте этот вопрос. И, наконец, я для себя прояснила ситуацию с шахтой. 50% стоимости шахты были оплачены Энрике Обамой. Но готовилась эта сделка 3 года. Это не вчерашняя сделка. Когда 1 июля подписан контракт, и вот состоялась договоренность, и вот все то, что нам показывали документ, собственность владения 50% оказывается, там прописано что? В подробностях, если излагать все. Он существует действительно, 50% шахты владеет. Клаудио Энрике как совладелец шахты, которая уже имеет историю 70 лет. Шахта действительно имеет по геологическим прогнозам работы еще на 200 с лишним лет, потому что 400 тонн по прогнозам, по прогнозам приблизительно, не говорится сумма 400. В районе этого есть руды. Шахта самая большая в Бразилии, самая успешная, работающая без остановочных 24 часа в сутки. При этом на момент, когда объявлено было о слиянии компании, а это случилось, мы помним, в июне, когда на Мадейре объявил, и в июне оформлялись документы по слиянию, в Дубае уже было это объявлено. Именно поэтому 50% акций от стоимости коина в валюте, коина собственности Eagle Gold Coin, как тогда называлось, да, бисосил в начале, Eagle Gold Coin, 50% отдавалось жуниору как президенту компании EagleBitrade, с кем сливались. То есть он делил свои 50% пополам. 50% совладелец шахты присутствовал на инаугурации в субботу. Я сделала с ним фото. Это человек, которого можно, его нельзя найти в социальных сетях. Это очень серьезный бизнесмен, очень серьезный владелец крупных разработок, не только золота, но, в общем-то, инвестор серьезного ранга. И это его первая инвестиция. Выгл Social Gold Coin. Серьезная-серьезная сумма, о которой без конца повторяли, без конца говорили, что у нас есть инвесторы, которые на старте ICO покупают монету до выхода на биржу по себестоимости, которая определяется контрактно для именно инвесторов, не MLM. Поэтому вот все, что касалось шахты, я беседовала, спрашивала, подтвердила. Ради бога, в любой момент можете ехать, кто готов в Бразилию, контакты будут даны. Можно ехать, проверять, смотреть, щупать, наблюдать и понимать, где и как хранится золото. Это все пояснения вам могут там дать. То есть это реальность. Поэтому обоснование нашего коина одним граммом золота – это полная реальность в действии сегодня уже. Теперь о программе для нас. Только старые партнеры, зарегистрированные до 3 августа, имеют право получить вот по той цене для партнеров 7 с копейками долларов коин, который на внутренние деньги, которые у нас салда стоит, мы можем купить. Это и есть вот тот, так сказать, путь получения доходов, который компания нам дает возможность этим воспользоваться, потому что другого пути, как вы уже поняли на сегодняшний момент, можно ждать очень долго, пока через суды деньги вернут у жуниора, их вернут через суды, потому что коллективное заявление от мастеров и руководства будет подано. Вы помните, говорил как-то Мигел, что невзирая на ранги, так сказать, если кто-то нарушает уставные обязательства, нарушает положение, то против него будет судебное преследование в любом случае открыто, невзирая на статусы и ранги. Ну вот на сегодняшний момент такое преследование может быть открыто против жуниора Морал, я думаю, что там коллективно сегодня они собираются, это все составит. Я хочу сказать о другом, что предложение от именно Клауди состоит в следующем. Невозможно выдать все коины сразу на биржу. Мы знаем, что любое ICO имеет этапы, этапы вывода и этапы постепенного внедрения коина в жизнь. Во-первых, для бирж будет предоставлена возможность покупки коина, не знаю по какой цене, это уже их секрет, это с биржами не разбираются. Мы знаем, что для инвестора вот на сегодня 15 долларов цена коина, которая продается по контракту инвесторам, чем быстрее, вернее, чем ближе к окончанию срока цена растет. Это тоже информация Мигела Гомыш. Для нас цена, которая сказана, она обусловлена как раз ответственностью компанию по возмещению наших неполученных доходов. Так вот, первый этап возможности совершения торгов продажи на бирже по цене минимум 38 долларов будет определена для всех партнеров, нас с вами, старых партнеров EagleBitrade, которые зарегистрированы и имеют возможность это сделать на бирже после 24 числа. Вопрос, кто не будет торговать на бирже, каким образом это делать. Ну, то есть еще будут вопросы, кто не знает, как это делать. Все это будет дано, как объяснил Мигел. Мы составим подробное обращение к партнерам, изложим график работы, изложим принцип, каким образом это можно сделать. Но поверьте, никто не будет, не потерпит, не понесет потери. Все те, у кого вот там есть регистрация перед самым 3 августа, это все в индивидуальном порядке, это тоже все говорилось. То есть никто из партнеров не понесет убытки. Это обязательство ID Eagle перед партнерами, а не перед EagleBitrade руководством. Перед партнерами, перед нами, потому что компания, ну, как правоприемник, взяла на себя ответственность дать нам возможность получить вот те самые неполученные доходы на нашу инвестицию. Поэтому убедиться в том, что это реальность, убедиться в том, что будет иметь успех все монеты, это книга, Клаудио, очень подробно, созданы фильмы, информация очень полезная, дана по поводу, почему эти монеты являются реальностью, базируются, их учет базируется, естественно, технология блокчейн, и вот база физическая, которая подведена под токенизацию информации, то есть абсолютная реальность, абсолютно опробирована. Некоторые монеты с 13-го года создавались, с 15-го, и, кстати, Eagle Social Gold Coin имел первое название, так скажем, в черном списке, как Digital Social Gold Coin, монету, которую Клаудио задумал с 15-го года и разрабатывал. В принципе, почему к нему обратилась компания за разработкой монеты? Потому что Сандра знала, так сказать, Арию, где работает, ну, зону, в которой работает Клаудио, поэтому, и прежде чего, как специалиста для разработки Койна, ну, тут обосновалась, конечно, и многолетняя дружба, и уверенность в его профессионализме, и его команды. Ну, и плюс мы знаем все, что начало происходить в самой Eagle, по, ну, некомпетентности руководства, как угодно можно теперь уже это называть, но начались необратимые процессы, которые могли привести нас всех к потере полной денег, и, в общем-то, Клаудио, как разработчик в начале Койна, потом как со-разработчик платформы платежной, а теперь, как президент номер один и владелец номер один актива в компании, на сегодня они спасли ситуацию. Никакой это не скам. Компания есть, компания держит обязательства, и компания обязуется дать нам возмещение. Уж каким способом они нашли, спасибо, что нашли, потому что вот недавно закрытый Бином, я знаю все, очень многие сейчас сравнивают, ну, извините, сайта нет, владельцев нет, никого нет. Здесь все прозрачно, и все существует в реальном режиме. Пожалуйста, все очень подробно на конференции Клаудио объяснил. Сейчас от руководства будет очень подробное сообщение, каким образом, что мы можем делать. Единственное, что просил Мигел. Все, кто написали о несогласии, поддержку о несогласии по остаткам, сейчас не паниковать, потому что поддержка начнет работать только к концу этой недели. Все будут рассмотрены, в единоличном порядке будут приняты все, к рассмотрению все запросы, потому что есть у многих несоответствия действительные по временному периоду остатков, поэтому все это будет решено. В любом случае, Клаудио подтвердил, что дата 24 декабря не может быть отменена, поэтому мы в скорейшем времени должны получить возможность и коины приобрести. Так что вот эта неделя решающая. Почему? Потому что вскрыты все уже причины, и, как Клаудио сказал, мы абсолютно прозрачно доносим до всех партнеров все, что происходит. К сожалению, не все так, как планировалось. На протяжении периода спасения, так сказать, наших денег планировались несколько способов это сделать. Мы теперь уже понимаем, почему это не получалось. То есть противостояние определенной части в начале технической группы, а теперь уже и владельца, как мы понимаем, не давало возможности реализовать программу для того, чтобы запустить в полной манере работу платформы, и нас с вами, и возмещение наших денег. Но, к счастью, все-таки, что все вскрыто нашли, и они публично это вот все подтвердили. Причем подтвердили уже, основываясь на реальный продукт и реальные доходы от продажи коина инвесторам на контрактной основе. Это все с 23 октября абсолютной реальностью компании. Единственное, что продолжение функциональной платформы в каком виде будет, то есть уточнение маркетинга вот на этих днях состоится. Практически некоторые уточнения будут, даже облегчение в карьерном плане, но это все будет сказано позже. На сегодняшний день главная забота руководства, конечно, нам хотелось бы сохранить и все наши баллы, и все наши квалификации, но я считаю, что на сегодня у всех главная забота это получить свои деньги, поэтому вот первым делом, первым шагом компания намерена ту стратегию, которую Клаудио предложил, реализовать и дать нам возможность наши деньги, начиная вот со старта монеты на бирже, получить в полном объеме, потому что для инвесторов определен срок второго этапа. Вывод первого этапа денег на бирже это только наши деньги, наши коины, которые мы получим в обмен на салда у нас в бэк-офисе. Второй и третий этап – это отдельное функционирование, которое растянется на месяцы, и это все прописано в AdPaper, поэтому приоритетно нам, дав эту возможность, ну, в общем-то, компания старается максимально быстро все-таки дать возможность забрать деньги. Это все то, что я могу на сегодня сказать, пока еще не вышло официальное сообщение, мы пока видели только информационное сообщение по ситуации, будет дано сообщение по инструкциям к действию, что нас ждет в ближайшее время. И, конечно, сразу я переведу и скажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok